55% пользователей против снятия блока 350 миллионов долларов на кошельках Parity. В голосовании приняли участие 4 миллиона пользователей. За разморозку счетов проголосовало полтора миллиона человек, более 39%. Против этого выступило более 2 миллионов пользователей, 55%. Еще 200 тысяч голосов заняли нейтральную позицию, об этом сообщает TrustNotes. Напомним, актив Ethereum стоимостью 350 миллионов долларов оказался заморожен на кошельках Parity из-за уязвимости в смарт-контракте. Это случилось осенью прошлого года из-за введения неправильной команды, нарушившей работу системы умных контрактов. 513 тысяч монет оказались недоступны. Глава отдела безопасности Ethereum Мартин Хос заявил, единственный способ вернуть пользователям их монеты – новый hard fork Ethereum. Но представители Parity поспешили сообщить о планах на разморозку средств в 2018 году, но пользователи против перевесили числом. Дебетовые карты Coinbase отныне поддерживают Litecoin. Вслед за исторической суммой перевода 99 миллионов долларов в цифровом серебре, Litecoin начинает сотрудничество с Coinbase. Собственная дебетовая карта площадки Shift Visa ныне позволяет рассчитываться с помощью LTC. Об этом в Твиттер написал основатель криптовалюты Чарли Ли. Создатель Litecoin также напомнил пользователям о важности безопасного хранения средств. Ли посоветовал дебетовую карту как инструмент для локальных трат. По его словам, основной массив сбережений все же стоит хранить в другом, более безопасном месте, а на карту отправлять только монеты для текущих расходов. Тем более, что карты Coinbase справляются с поставленной задачей. За 2016 год через них было приведено более миллиона долларов. Наконец, Shift Visa можно привязать к бирже как обычную дебетовую карту. Частные охранные предприятия Москвы предлагают услуги по безопасности криптовалютных сделок. Некоторые частные московские охранки предлагают услуги по личной охране людей, везущих продавать носители с криптовалютой или наличные для внебиржевых сделок. Новая услуга – ответ рынка на возрастающее количество грабежей при купле-продаже криптовалюты в России. Об этом сообщает портал Life. Издание приводит небольшую сводку событий. Конец прошлого года – похищение 20-летнего биткоин-миллионера в Москве. Недавняя кража носителей с криптовалютой на 10 миллионов рублей у москвича. Похожая кража на 800 тысяч рублей у жителя Нижнего Новгорода и так далее. Для людей, далеких от сообщества, покупать биткоины в сети, как правило, сложно. Сделки в оффлайне стали популярной альтернативой, но они не исключают человеческий фактор и сопутствующие риски. «Стоимость наших услуг зависит от суммы сделки. Мы берем определенный процент. Он зависит от масштаба сделки, места проведения и требуемой охраны», говорит владелец одного из охранных агентств Москвы Наталья Куровская. Попутно охранники готовы помочь с расследованием преступлений, связанных с криптовалютой. Российская полиция крайне неохотно возбуждает и расследует такие дела. В стране еще не сформировалась база законов по охране цифровых активов. Хакер взломал сайт Минэнерго Украины и требовал за разблокировку десятую долю биткоина Накануне хакер с никнеймом «Икс Закария» взломал сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. За возврат к прежнему виду злоумышленник требовал десятую часть биткоина. Сообщение взломщика находилось на главной странице сайта. Хакер выделил 10 часов на перевод требуемой суммы. Вымогатель пригрозил чиновникам, что удалит все файлы на сайте по истечении срока, если не получит деньги. Также он поместил на странице ссылки на вики статью о биткоине и руководство где и как купить криптовалюту. Тем не менее, ныне биткоин-кошелек взломщика пуст, а с сайтом все в порядке. Разработчики Orchid – блокчейн-альтернативы Tor и VPN привлекли 36 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала документ о состоянии компании по сборам средств американского блокчейн-стартапа Orchid Labs. На основе модели SEFT – простого соглашения о будущих токенах – компании удалось привлечь 36 миллионов долларов из запланированных 125. Стартап разрабатывает децентрализованную альтернативу Tor и VPN. В компании участвуют 42 инвестора. Об этом сообщает Coindesk. Техническое решение стартапа позволяет пользователям и провайдерам сетей обмениваться токенами Orchid на базе Ethereum. Разработчики надеются, что их продукт привлечет больше участников, чем сеть Tor. Согласно White Paper проекта, Orchid защитит пользователей от злоупотребления их личными данными со стороны различных компаний, включая таких гигантов, как Facebook. По словам основателя проекта Стивена Уотерхауза, Orchid задуман для противодействия слежке и цензуре. «Мы видим это не только в Китае и на Ближнем Востоке, но и в нашей стране, в государствах, которые считаются свободными». «Если оглянуться назад, до появления Facebook было очень много опасений по поводу приватности в интернете», — сказал он.